Понятия не имею, как я буду носить, где я ее буду носить, но купить я ее была обязана. Всем привет, меня зовут Саша, и сегодня я решила показать вам некоторые вещи, которые я купила на лето 2018. Большинство этих вещей я все-таки приобрела на ASOS, но я также недавно сходила в Zara. На самом деле пошла я туда за каблуками, и естественно, с чем я оттуда вышла? Совсем кроме каблуков. Первая вещь, которую я купила, это вот такое вот белое платье. Я не знаю, если вам видно камеру, оно на самом деле все такое в дырочку, очень легкое, с короткими рукавами, которые немножко похожи на колокольчики. Мне кажется, оно будет классно смотреться как с кедами, так и если бы я делала какие-нибудь черные, типа армейские ботинки. Я очень люблю такой стиль. У него также наверху есть вот такой вот, как воротник, и я купила его в размере S. Мне кажется, он просто будет идеальным на лето, именно на жару, как у нас сейчас. Дальше. Я очень давно искала похожее платье. У меня есть такое черное, но мне хотелось либо цветное, либо белое, и с короткими рукавами. То есть это вот такое вот платье. Она выглядит, как будто оно должно быть на завязках в районе пояса, но на самом деле это просто такая форма, что мне, кстати, очень понравилось, потому что платье именно на завязках имеет тенденцию постоянно либо развязываться, либо как-то открываться в ненужных местах, поэтому это просто идеальное платье. Вот такое вот у нее. Внизу тоже небольшие такие рюшечки. Мне оно очень понравилось. Это я их купила на те дни, в которых я буду чувствовать себя женственной и буду хотеть одевать какие-то женственные вещи. Что случается? Не часто, но на всякий случай всегда нужно такие платья иметь. И его я купила в размере тоже S. И это обычный размер, который я покупаю либо S, либо XS. Так, на самом деле с Зарой все. Я сказала так, что купила дофига вещей. Две вещи не куплю. Уже сейчас будем говорить про вещи, которые я купила с ASOS. Я постоянно шоплюсь там, это просто мой любимый магазин, поэтому мне показать вам есть много чего. Первая вещь достаточно вечерняя. Я бы, наверное, одевала ее именно вечером, нежели днем. А именно, это вот такая вот блузка. У нее нету никаких пуговиц. Единственное, как она закрепляется, это вот такими вот двумя штучками. То есть, скорее всего, я бы это также одевала на пляже где-то. Либо, если бы я это одевала в городе, то вниз бы, наверное, мне бы здесь понадобилась какая-то либо топик, либо бралет. Мне очень понравилась именно эта расцветка. Я люблю полоски, особенно, когда они вертикальные. Дальше, следующая вещь, которую я купила, скажем так, больше, наверное, на начало лета и на дни похолоднее. А именно, это такая, типа, ветровка в размере extra small. А блузка у меня в размере 8, я, кстати, купила. Вот, дальше, это вот такая вот ветровка с черными такими как полосками дизайном. Вот так вот на рукавах и на спине. Она croft, то есть она короткая. Мне бы, наверное, хотелось, чтобы у нее также был капюшон. Но, в принципе, наверное, под нее можно одеть какой-нибудь худи на очень какой-нибудь холодный день. И тоже будет это выглядеть красиво. Ее же я больше купила для каких-то джинсовых шорт, маек и, то есть, больше спортивного такого стиля. Следующее, что я приобрела, это вот такой вот плейсют. Просто черный. Мне кажется, что это что-то типа льняной ткани. Что мне понравилось в нем, это вот эта деталь впереди. То есть, тут как вырез. И это выглядит, как будто ты просто одел шорты и топик какой-то короткий впереди. Но сзади это все соединено. Очень удобный он, очень легкий. Я, на самом деле, его уже померила. И я купила его в размере 8. Теортически он нормально сидит, но можно было бы купить на размер побольше, наверное. Потому что он чуть-чуть прям вот в облипку. Мне хотелось, наверное, чтобы он был чуть попросторнее. В этом сезоне мне безумно нравятся короткие прямые камми-платья. Вы уже видели, наверное, если вы подписаны на меня в инстаграме, что я одевала платье такого же фасона белое. Вот это платье в такой же форме. То есть, тут тоже впереди оно такое квадратное и просто прямое. Оно достаточно простое. Сзади него есть такой вырез чуть ниже. Поэтому спина немного открытая. Платье я купила в размере 8, опять же. Следующая вещь вы также уже видели у меня либо в моем East Point влоге, либо на фотографиях. Это вот такой вот простой белый боди, который у меня наизнанку. Опять же, впереди такой квадратный и обычный низ у него. Мне он очень понравился, потому что его можно одевать просто подо все. Он сам от фирмы Miss Selfridge и я его купила тоже в размере 8. Следующая вещь совершенно не в моем стиле. Она очень яркая, но мне безумно понравился дизайн, поэтому я не смогла ее не купить. А именно это вот такой вот крэйди купальник. Что мне в нем реально понравилось, это его детали. То есть, по бокам вот здесь вот есть такие вот, я не знаю, как это называется, но такие фиолетовые штучки с обеих сторон. А также сзади, то есть сзади спина открытая. И вот здесь вот есть такая тоже деталь. Мне срочно нужен был на самом деле слитный купальник, потому что когда летом я занимаюсь каким-то водным спортом типа вейкборда, делать это в раздельном купальнике просто невозможно. Он на самом деле от фирмы Monkey и я купила его в размере S. Следующая вещь, опять же, достаточно яркая. Опять же, когда я ее увидела, я просто знала, что я не уйду с сайта, не купив ее. А именно это вот такая вот просто желтая майка. Цвета здесь как у DHL, то есть такой DHL желтый, DHL красный. И на ней написано Born to be Mild. Я на самом деле очень люблю в этом сезоне майки с такими простыми слоганами. Очень они мне заходят. И она тоже в размере S. И закончим мы это видео на вещи, которые я понятия не имею, как я буду носить, где я ее буду носить, но купить я ее была обязана. А именно, это вот такой вот топик. Он вот в таких вот пластиковых штучках. Наверное, я его купила как бы теоретически для фестиваля какого-нибудь, но на такой фестиваль пока я не иду. Поэтому надо это менять срочно. Он очень прикольный, у него вся спина открытая, то есть он сзади весь на завязочках, а впереди вот такой вот он фан. Он также шел с шортами, но я подумала, что с шортами будет уже немножко перебор. Без шорта, потому что не перебор, понимаете? Так что вот, тоже купила я такую крэйзи вещь. Все, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте обязательно мне пальцы вверх. А также пишите мне в комментариях, если у вас есть какие-то предложения, пожелания, вопросы, интересы. Вот это все вот. Я буду ждать ваши комментарии, я обожаю их читать. А на этом у меня все. Я вас обожаю. Целую. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok